Приветствую вас! Если отвечать на ваш вопрос кратко, то нужно работать над поднятием самооценки и над принятием себя. То есть пока что на данный момент самооценки у вас занижены, вот, а, соответственно, позиция ваша заключается в том, что вы минус, я минус, а вы плюс. Вот, такая позиция формируется в детстве и, соответственно, именно там и лежат вот эти вот причины, которые обусловили ваше отношение к себе. Также я рекомендую вам небольшое такое упражнение для начала, значит, ну, просто для начала работы над собой, да, если вы настроены на действительно работу над собой. Образление звучит так, значит, создавьте список своих качеств, негативных и позитивных, вот. И обязательно, значит, напишите по поводу каждого из качеств, значит, откуда вы об этом узнали, что качество является позитивным, вот. И аргумент, почему вы считаете его позитивным, почему вы считаете то или иное качество негативным, вот. Это первый шаг на пути к тому, чтобы вам начать менять свое отношение к самой себе. Вот. Дальше идем. Как вы понимаете, само вот это вот понятие, да, что я чувствую себя ничтожеством, само понятие вот этого, да, оно берет свое начало именно из сравнительной характеристики. То есть это сравнительная характеристика, сравнение себя с другими людьми. И здесь я могу вам, ну, по сути дела, сказать, только привести пример, значит, который, ну, надеюсь, как-то вот прояснить немножечко то, что, на мой взгляд, является важным, да. Значит, смотрите, вот, по сравнению с, допустим, тем же президентом, да, с теми президентами, бизнесменами и так далее, конечно, я являюсь ничтожеством. Да, потому что, ну, они, да, и, ну, какие люди, они, чем занимаются они, да, и, в общем, чем занимаюсь я, это... Небо и земля. Вот. Чувствую ли я себя ничтожным? Нет. Почему? Потому что, с одной стороны, это вот они, да, ну, люди, одни люди. А я другой человек. У них одни особенности, у меня другие особенности. Понимаете? То есть, только сейчас в чём, что я не чувствую, не осознаю, не вижу своих особенностей. Вот. Я не вижу, не понимаю, не понимаю, не чувствую своих особенностей. Вот. То есть, какие у меня особенности? А, непонятно. Я не знаю, какие у меня особенности. У меня нет особенностей. У меня нету, нет индивидуальных всем. Почему? А потому-то я равняюсь на других. А кто научил меня равняться на других? Ну, скорее всего, родители. Скорее всего, больше некому. Вот. Больше некому. Вот. Соответственно, именно тогда вы и научились подавлять в себе свою уникальность. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. И того, исходя. Исходя из того, что я сказал. Если вы чувствуете себя ничтозавством, то нужно работать с психологом по данному направлению. Нужно работать с психологом по данным вопросам. Нужно работать с психологом по вот этой вот, этой вот проблеме. Самооценки. Принятия себя. Значит. Восприятию своих, восприятия, точнее, восприятия своих личных границ. Восприятия своих особенностей. И так далее. Вот. Ну и, возможно, еще какие-то экзистенциальные вопросы с вами тоже нужно разрешить. Разрешить. Вот. Я, конечно, не знаю, но там, мне кажется, есть некие экзистенциальные проблемы. Вот. То есть, ну, у вас, вероятно, есть какие-то вот модели. Какие-то цели и ориентиры, которые вы, которым вы не соответствуете. То есть, то есть, ничтозавством вы себя чувствуете. Ага. И еще и потому что, значит, вы не умеете, возможно, ставить себе правильные цели, которые бы вы обязательно выполнили. То есть, вот, пацаны в гастфеле и задача у вас настроена, ну, не очень хорошо. И из-за этого вы чувствуете себя ничто. Вполне возможно, что это даже не случайно такая позиция имеет место быть. То есть, вполне возможно, что вы не случайно себе, себе не ставите адекватные цели. А вполне возможно, что вы это делаете совершенно с определенной целью, да, например, с целью, допустим, доказать, показать, что вы ничтожество. Особенно, если родители вам говорили, что вы именно такая вот ничтожная, да, например. То есть, тут вот очень важно с источниками оценки ваших качеств поработать. Потому что это важно, действительно. На самом деле важно. Вот. Как это представляется мне, по крайней мере. Ну, и индивидуальная работа хотя бы несколько месяцев. Я думаю, так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи. Здравствуйте. Удачи.